МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Светлана Сергеевна Соловьева, психолог. Здравствуйте. Здравствуйте. А я напоминаю, что вы можете присоединиться к нашему разговору. Телефон прямого эфира 8-495-508-86-84. Звоните и задавайте свои вопросы к гостям в студии. Евгений Анатольевич, мне кажется, с пандемией коронавируса жизнь как будто замерла. На мошенниках это отразилось или наоборот активизировались? С пандемией я, наверное, скажу так. Итак, жизнь преступная, она не остановилась. Она, наверное, может быть, перепрофилировалась, назовем ее так. Подстраиваются. Подстраиваются под любые условия. Преступники всегда подстраиваются, всегда найдут вариант, при котором можно совершить то или иное преступление. Мошенники особая категория, всегда об этом говорил, всегда акцентировал я это внимание. И в период пандемии, не могу сказать, что существенно возросло количество регистрации подобных фактов, но они имели место быть. И, соответственно, могу сказать лишь одно, что как только люди, скажем так, остались дома, стали проводить больше времени в домашних условиях, соответственно, это отчасти сыграло на руку и мошенникам, которые осуществляют мошеннические действия как лично, участвуя при этом непосредственно, так и дистанционно, используя различные средства коммуникации. Вы сказали, что мошенники — это особые люди. А кто это чаще всего? — Тоже неоднократно говорил, и повторюсь, наверное, мошенники — это своего рода психологи. То есть это те люди, которые имеют определенные навыки общения с людьми, знают, на какие моменты и на какую категорию действенны те или иные психологические приемы, знают, скажем так, условно назовем их болевые точки каждой отдельной категории, умеют общаться, умеют грамотно излагать свою позицию, убеждать, опять-таки обманывать относительно тех или иных обстоятельств. И человек не понимает сам, как часто приходит к нам в полицию и говорит, я не понял, как это произошло, я вот сам отдал деньги, а потом уже через пять минут подумал, что же я наделал. Вот это психология — это определенная категория. Вот именно об этом я хотел сказать. — Светлана Сергеевна, вот не обидно, что вам в коллеги записывают преступников? — Ну, психология, она, в общем-то, не закрывает свои методы и техники ни для кого, а уж как человек их использует на его совести. — А вот кто чаще всего становится жертвой мошенников, люди с каким складом характера? — Ну, вы знаете, прежде всего это, конечно, люди, которые слишком доверчивы, слишком внушаемы. Но я бы вот отметила такую категорию, как люди старшего возраста, те, которые, может быть, выросли и были воспитаны еще в Советском Союзе, которые верят априори людям, особенно если человек представляется сотрудником каких-то государственных служб. Еще есть такая категория людей, которые гонятся за выгодой или наживой. Знаете, здесь два таких движет ими. — Жадность. — Да, жадность. — Сгубила. — Да, вдруг, ох, сейчас я там заработаю. И еще один такой факт, что вот если я сейчас, такой тщеславие, вот я сейчас, если я этим не воспользуюсь, ну как же я вот всю жизнь тогда на смарку и проживу. И еще одна категория, я бы выделила, это школьники, особенно подростки, которые, ну им свойственно для их возраста, знаете, выделяться из толпы. Они уже думают, что так они проявят свою взрослость, то есть вот каким-то решением, да. И мошенники этим тоже пользуются, потому что нет еще такого критического ума, возможно, ну невозможно, а так и есть. — То есть мошенник действительно умеет сосчитать с человеком информацию, использовать в своих целях. — Да, они владеют психологическими методами воздействия, очень хорошо знают поведение человека, так что да. — У нас тема сегодня серьезная, но не могу не прокомментировать то, что нам пишут в Инстаграм. Евгений Анатольевич, у вас очень много поклонников в Инстаграме Одинцовского телевидения. Они передают вам привет, ну и преимущественно, конечно, девушке. — Спасибо. — Вот так вот. Ну а сами мошенники, вот как они к себе располагают? Какие приемы они испытывают на людях, чтобы втереться в доверие? Не каждому человеку ты, скажем так, раскроешься. — Ну, знаете, если это, так скажем, личный контакт, да, ну могут просто считать человека, в каком он состоянии находится. Очень, знаете, вот когда человек находится в стрессе, уже сам вот человек, который потенциальная жертва, его же очень легко ввести вот еще более в туннельное видение там, да, или мышление. И делай с ним что хочешь, называется. — Если это по телефону, да, как вот есть такой вид мошенничества, ну, конечно, пытаются в доверие войти. Либо там на здоровье, болевая точка такая, либо там что-то случилось с родственником. Ага, если нащупали, пошел этот моментик, значит, в точку попали и дальше раскручивают, развивают. Да, я так думаю, что не все мошенники просто вот так, знаете, неподготовлены, да, скажем так, поэтому знают, как действовать и воздействовать. — Евгений Анатольевич, а вот с точки зрения сотрудника правоохранительных органов, кто чаще всего становится потерпевшим? — Ну, вот уже правильно было подмечено, собственно. — Согласитесь? — Да, я вот сижу, слушаю и провожу такой краткий анализ, то есть, мне кажется, все категории, они были отмечены очень четко, и по каждой категории я готов рассказывать бесконечно и приводить массу с примеров. — Давайте остановимся, да, вот прямо начиная с представителей старшего поколения. — Представители старшего поколения действительно наиболее часто подвергаются мошенническим действиям. Почему? Потому что доверчивые, потому что люди советской закалки, которые, услышав грозный голос по телефону от мнимого представителя правоохранительных органов, «Ваш сын попал в беду, необходимо срочно, иначе будут негативные для него последствия». Соответственно, душевное состояние резко начинает волноваться, волнение возникает, у человека стресс, и мошенники четко эту категорию людей выбирают, скажем так, да, и начинают уже дальше воздействовать. И потихонечку, все время держа на крючке, не дают возможности там сделать звонок, не звоните срочно, быстрее, если минута промедления там вылечет последствия. То есть, все время держит человека, держит, держит, не отпускает. Вот это пенсионеры. Ну, это, я сказал там, например, о мобильном мошенничестве, когда не контактирует непосредственно мошенник с жертвой. То есть, не с глазу на глаз. Не с глазу на глаз. Также очень часто происходит непосредственный контакт. То есть, это на улице, как правило, не закономерность, но, как правило, лица, скажем так, назовем их цыганской национальности, зачастую, подходя на улице к бабушке, которая идет с авоськой с продуктами из магазина домой, подходит и говорит, слушайте, у вас страшная беда, страшная беда, на вашей семье порча, здоровье, ваших близких и родственников тоже. Самая бедомная. Категория, да, правильно было подмечено, здоровье. Это как бы все, бабушка затряслась, у нее понялись давление, она начинает суетиться, нервничать. И, соответственно, ей предлагают вариант. Единственный шанс на спасение – это все деньги. Деньги – зло, нужно их из дома вынести. Мы проведем с ними обряд, заколдуем, заговорим, вернете обратно, и в семье у вас будет долгая, счастливая жизнь. Масса таких случаев, масса. То есть подменяют деньги, причем пакеты меняют, то есть завуалируют всяческие эти действия. Не рассказывайте никому, две недели нельзя подходить к пакету и так далее. Тем самым, давая возможность, скажем так, не дают возможность правоохранительным органам работать по горячим следам, что тоже немаловажно, потому что очень много преступлений раскрывается именно по горячим следам. Поэтому чем раньше человек обратился, тем больше возможностей у сотрудников принять определенные меры и раскрыть это преступление. Молодежь нашла, что ведется? Молодежь. Интересно было подмечено школьники. Недавно у вас абсолютно был пример, как недавечка, две недели назад. Восьмиклассница, девочка шла домой, возвращалась там из магазина тоже. Подошел мужчина, представился экстрасенсом, сказал, я вижу все на расстоянии, у вас проблема, у мамы здоровье, не сегодня, не завтра, там умрет, если не помочь, не мешаться. У девушки состоится мнительно, заволновалась, что делать? Говорит, вся проблема в данном случае не в деньгах, а в золоте, имеющемся в ценностях дома. Соответственно, девочка домой, у мамы шкатулку знает, где она находится, забирает, приносит, дядя отдает, дядя говорит, сейчас подожди, дай мне минуту провести обряд, и все будет нормально. Высыпает из шкатулки содержимое, отдает, говорит, не открывать, убери, спрячь, все будет хорошо. Девочка пришла домой, вернулась мама с работы, она говорит, мам, у тебя большая была беда, но я тебя спасла. Вот такая ситуация. Вам открывать шкатулку там нет. И приличная сумма, то есть там ущерба на 900 тысяч рублей, это существенные большие деньги. И вот как легко, скажем так, в течение каких-то там 15 минут злоумышленник завладел ими, причем абсолютно без каких-либо, скажем так, существенных усилий. То есть это дальше разговора, дело-то и не зашло, разговор и умение убеждать. Сан Сергеевна, получается, сыграл на таком классическом детском страхе, страхе за родителя. Вот откуда у них такие знания, как вы думаете? У мошенников? У мошенников. Ну, они взрослые же люди. Книжки читают. Книжки читают, да, конечно. Ну и потом, это витальный страх, это страх за здоровье и за близких, это то, что есть у каждого. Тут что ни скажи, ты попадешь прямо в точку. Тем более, если вот как девочка оказалась мнительная, внушаемая, то есть не смогла дать отход. Они, наверное, тоже как-то в ходе разговора, конечно, и может быть даже по поведению, по внешнему виду скромная девушка шла, могли считать просто легко, да. Поэтому берегите себя. Но чтобы жертв мошенников становилось все меньше, наши полицейские регулярно проводят рейды. Нередко им помогают в этом общественники. И наша съемочная группа тоже вышла на улицы города. Да, внимание на экран. Мне позвонил номер, где бы сказали, вот, здравствуйте, пройдите там опрос и получите денежный выигрыш. А вот как ты в такой ситуации действуешь? Вот что нужно делать? Ну, я обычно сбрасываю трубку. Пожалуй, каждый школьник знает, на такие сомнительные звонки лучше не отвечать. Вымогательство денег по телефону одно из самых распространенных способов мошенничества. Распознать сложно, поэтому лучше разговор оборвать. А еще один из видов телефонного мошенничества выигрыш в моментальной лотереи с первым взносом или блокировка карты. В группе риска самые доверчивые дети и пенсионеры. Двери никому нельзя открывать вообще. Предупрежден, значит, вооружен. На профилактическую беседу с горожанами вышли сотрудники полиции и общественники. Мы предупреждаем граждан, что они могут оказаться жертвами мошеннических схем. И напоминаем им, что нужно быть бдительными, внимательными. И если что-то вы заподозрили, сиюминутно необходимо обратиться за помощью, конечно же, в первую очередь, это к сотрудникам полиции. Если они зашли в квартиру, мошенники, то они заберут свое. И вы уже ничего не сделаете. А если кто-нибудь с газового оборудования приходит, предлагает на подъезд, вы лучше позвоните в 112 сразу же и сообщите об этом. Это еще один вид легкого отъема денег у пенсионеров. Мошенники представляются сотрудниками газовой службы и предлагают купить бесполезные датчики утечки газа. Ценник начинается от 10 тысяч рублей. Но кроме потери денег, датчик этот никак не поможет. Татьяна Карасева относится к категории бдительных граждан и не раз выручала своих доверчивых соседей-пенсионеров. Я бы вообще повесила на каждом этаже памятку пожилым, потому что и крупным шрифтом, что не открывайте двери, ходят мошенники. К вам, если придут пожилые люди, вы знаете, что к вам могут прийти только родные. Кого еще вы ждете? Никого не ждите. Позвонить в 112 необходимо в случае, даже если пришел сотрудник полиции. Диспетчер свяжет вас с территориальным отделом и только тогда сможете убедиться, действительно ли за дверью полицейский. А лучше знать телефон своего участкового. Профилактика проводится с населением, как бы рассказывается это и все. И они уже как-то стараются выгонять того, кто им не случится. Либо, если что, какие-то вопросы, они звонят напрямую участковому. Участковому уже дают какой-то совет. Вот как это проходит сейчас. Ну, конечно, номера наши известны, мы не скрываемся. У нас есть приемные часы, когда люди могут спокойно прийти рассказать нам свои проблемы. Стражи порядка и общественники надеются, что такие рейды позволят сократить число преступлений, связанных с мошенничеством. Ведь для того, чтобы их предупредить, достаточно знать о существующих мошеннических схемах и правильно оценивать ситуацию. В прямом эфире телекомпания «Один Слово». Программа «Главная тема». Наш номер телефона 8495 508 86 84. Сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. Евгений Анатольевич, а насколько сложно раскрывать дела, связанные с мошенничеством? Вы какие-то моменты уже проговорили. В чем основные сложности? Давайте повторим. Сложность, наверное, в том, что эта категория – они интеллектуалы. Это реальные интеллектуалы, они психологи. И поверьте мне, мошенники общаются очень тактично, скажем так, и умеют запудрить мозг, назовем это, не только жертве, но и сотрудникам правоохранительных органов. Поэтому следователь, в первую очередь, соответственно, это психолог однозначно. И, соответственно, заключается одна из трудностей – это в установлении психологического контакта с, скажем так, подозреваемым. То есть мошенник будет, соответственно, выстраивать свою версию, очень профессионально и быстро придумывать эту версию, и пытаться навязать эту версию, и заставить в нее поверить. Сотрудникам правоохранительных органов, рассказывая о своей невиновности, непричастности и вообще строить из себя жертву ситуации. Поэтому в данном случае есть определенная сложность установить психологический контакт. Сами понимаете, мошенничество, как я уже говорил, оно заключается в общении. То есть какие могут быть здесь в данном случае следы преступления. То есть это разговор, который состоялся между двумя лицами, например, и зачастую в отсутствии свидетелей. Поэтому здесь как бы доказательная база, она весьма трудоемка. И для того, чтобы доказать факт мошенничества, порой недостаточно слов против слов другого человека. Поэтому здесь в ход идут различные средства, различные методики, в том числе использование технических средств. Благо у нас сейчас город оснащен видеокамерами настолько качественно, и охват весьма большой, что в принципе на улицах, где зачастую происходит мошенничество, нам существенно помогает это. И мы, соответственно, можем отследить маршрут движения, место преступления и так далее. Поэтому сложности, конечно же, есть. Но, тем не менее, на моей практике очень много случаев могу провести, когда уголовные дела оканчивались производством, направляясь для рассмотрения по существу в суд, и выносились, соответственно, обвинительные приговоры. Ну, наверное, пожалуй, и основные моменты, как я отметил. Я так понимаю, что нередко случается, что жертвы и не обращаются в полицию по каким-то своим причинам. Существует, определенно, конечно, существует процент... Я готовлю до почвы для вопроса психолога. Существует процент латентных преступлений, безусловно, без них никуда. Потому что разные тому причины. Либо, соответственно, мы все заняты, занятость, и нужно понимать занятость и соразмерность причиненного преступлением вреда. То есть, когда человек зарабатывает миллион в месяц, а у него списались карточки 5 тысяч рублей, ну, наверное, да, конечно, обидно, конечно, жалко, но тоже мы все взвешиваем чашу весов, тратя свое время, все откладываем, потом, завтра, послезавтра, а потом и забывается. Есть такая категория. Есть другие причины. Человек, например, не знает, что нужно обращаться, либо начинает еще хуже советоваться с родственниками, с соседями и прочее. Когда многие говорят, да, все равно ерунда, они помогут, не найдут. Неправда. Вот мы об этом с вами еще обязательно поговорим. Астана Сергеевна, почему с психологической точки зрения жертвы мошенников не спешат заявлять о себе? Вы знаете, вот лично мой опыт и анализ литературы, да, показывает, что очень часто люди стесняются. Стесняются. Особенно, когда стесняются чего? Особенно, когда они поняли, что они попались. Ну, вот на элементарных каких-то вещах, которые не пришло им в момент... Ну, да, кажется, сглупил. Да, общение вот с мошенником, да, когда вот повез она какие-то такие доводы, а логичность такая. Вот, просто неудобно. Буду выглядеть не так, буду как-то вот выглядеть... Что обо мне подумают. Что обо мне подумают, да. Да, вот с точки зрения психологии, вот об этих чувствах, я бы сказала, да. Но посоветовать могу, что не надо стесняться. Мы все ошибаемся, так случилось. Есть, ну, вы попробуйте, вы не верите, что найдут, но вы попробуйте. Вы же еще ни разу не пробовали. Психология – это наука, и мы за опыт, за эмпирику, поэтому и... Потому что что произошло, то произошло, и действительно опыт в любом случае был получен. Скорее всего, на те же грабли человек уже не наступит. И, может быть, поможет не наступить другим. Да, вот. Я это тоже хотела отметить, что ваш опыт не даст другим, возможно, сделать такую же ошибку. К тому же, Евгений Анатольевич говорит, что успешно раскрываются такие преступления. Евгений Анатольевич, расскажите, пожалуйста, приведите нам положительные примеры, чтобы мы убедились действительно так. Да, их масса. И обращаться стоит. Если я о них буду разговаривать, мы не уложимся ни в какие рамки, ни в какое время. Поэтому, наверное, остановлюсь на небольшом коротком примере, то есть о нем я сегодня говорил. То есть речь пойдет о преступлении, когда происходит контакт непосредственно между мошенником и жертвой. Как правило, пострадавший, как я и говорил, пожилой человек, то есть возрастной категории людей. Лица цыганской национальности на улице подходят, видят, что там идет дедушка с тяжелыми сумками. Давай поможем, проводим до квартиры и так далее. И начинается здесь уже психологическая работа. Вот мы попали в сложную ситуацию и так далее. Здесь преступление, скажем так, мошеннический способ. Здесь остается лишь только получить доступ к жилищу, то есть войти в квартиру. А дальше уже, соответственно, их преступные действия, они, как правило, разделяются. То есть либо они мошенническим путем продолжают давить на жалость. Например, что нам нужны деньги, у нас на счете там заблокированы. Вы нам перечислите, а мы вам потом. Одна из вариаций, вторая вариация. Соответственно, люди остаются в квартире, один продолжает контакт с потерпевшим, задавая различные вопросы, отвлекая во второй. Отыскивают в квартире ценности. Особенно пожилой категории не составляет это труда найти все это в квартире, все это хранится в известном месте под матрасом. Достает оттуда ценности, уходит. И у нас такой случай был. У нас такой случай был. Возбудили уголовное дело по статье 159-й части 3-й. Это мошенничество в крупном размере. И, опять-таки, благодаря системам наблюдения, установленным в городе, мы смогли отследить этих людей, смогли отследить их маршрут. Соответственно, на чем передвигаются эти граждане, благодаря оперативно-мородственным мероприятиям, были отысканы, задержаны. И, собственно, частично было похищено, изъято при обысковых мероприятиях. Ну, соответственно, в процессе следствия, что тоже немаловажно, удалось возместить потерпевшему в полном объеме причиненный ущерб. Скажем так, эти граждане под гнетом непровержимых доказательств были вынуждены выбросить белый флаг. Во всем признались, возместили ущерб в полном объеме и очень сильно настаивали на примирении с потерпевшим. Это, я считаю, положительный результат, положительный пример нашей работы. В принципе, это одна из наших важных задач. Это восстановление нарушенных потерпевшего прав. Соответственно, мы к ней подошли вот так плавно. Но вообще, в принципе, мошенничество, я говорю, можно рассказывать примеров очень много. В том числе, мошенничество очень резонансное и значимая категория. Это долевое строительство. То есть это очень болезненный вопрос на контроле нашего президента. И, соответственно, мы очень внимательно подходим к таким категориям, потому что речь идет о лицах, о людях, которые фактически, вложив последнее, остаются зачастую без средств к существованию и без фактического желаемого жилья. Это тоже важная социальная, скажем так, проблема. Мы занимаемся и все уголовные дела подобной категории стоят на контроле. И, собственно, мы занимаемся, очень, скажем так, очень ответственно подходим к этой работе и привлекаем максимально специалистов. То есть у нас есть определенные исследователи, которые специализируются на экономических преступлениях. И, соответственно, вот занимаемся этим вопросом. Но, пожалуй, нам... Но мы о схемах еще обязательно поговорим. Вот, кстати, Евгений Анатольевич уже сказал, что мошенники — это интеллектуалы. Действительно, иногда кажется, если бы их энергию в мирное русло пустить, это было бы просто нечто. Могли бы принести большую пользу обществу. Вот такой масштабный вопрос задам. Светлана Сергеевна, почему люди становятся преступниками? Почему не по мирному, не по мирным рельсам предпочитают передвигаться, а вот на такую дорожку стоят? Вы знаете, это уже, скорее всего, человечную, врачом стать, полицейским, психологом, учителем. Тут очень много факторов и личностные особенности. И, возможно, знаете, такие волевые, но только воля не туда немножко направлена, где бы схитрить, где бы что-то такое придумать, чтобы быстро заработать, но не прилагать к этому каких-то усилий. Конечно, это, я думаю, что это особый склад характера, личности. Иначе не было бы у нас целых разделов криминалистики, которые изучают преступников и мошенников, в том числе, ну, личностей. Вот, поэтому... Ну, многие родители наверняка сейчас стержат уховостро у экранов. Многие говорят, не связывайся с плохой компанией, свяжешься, вот в тюрьму угодишь. Вот как ребенка направить, чтобы он пошел куда надо, а не вот стал клиентом Евгения Анатольевича? Ну, во-первых, собственным примером, во-вторых, разговаривать с ребенком, больше понимать, знать его чувства, его стремления, устремления, желания, хотения и так далее. Правильно воспитывать, что касается и денежных вопросов. Да, не беречь его нежную психику до его пенсии, а все-таки уже как-то вот по возрасту можно и финансовые какие-то вещи семьи, обсуждения, привлекать ребенка. Не бояться обращаться вовремя к специалистам, к тем же юристам, к тем же психологам, да, быть внимательным, если кто-то со стороны говорит, что что-то происходит с вашим ребенком. Те же педагоги, те же, может быть, соседи. То есть мы же часто оберегаем, да, мы же верим своим детям. Ошибаются все, не от плохих или хороших. Бывает так просто, что вот социальная обстановка какая-то, вот которая накладывается на какие-то черты характера, да. То есть такое стечение обстоятельств. Да, стечение обстоятельств, я так думаю. Ну, мы не берем пато какую-то психологию, где там уже, да, что-то с нейронами, с мозгом не так. Мы говорим, ну, о такой среднестатистической какой-то там портрет такой берем. Евгений Анатольевич, если вот изучать тех, ну, скажем так, с кем вы имели дело. Вот есть у них какие-то общие черты, может быть, в биографии, в характерах у этих мошенников? Или с такой точки зрения вы не рассматривали их личности? Нет, на самом деле, не то, что вы не рассматривали. Да, определенно, анализом, конечно, таким мы, наверное, детально не занимались, но поскольку даже на моем опыте их встречалось огромное количество, определенно можно увидеть индивидуальные черты, которые присущи каждому подобному элементу. И среди них я подчеркну, это высокий интеллект, это правильно поставленная речь, начитанность, владение вопросом в той или иной сфере в обязательном порядке. Это, опять-таки, терминология специфична для того или иного, для той или иной отрасли, в которой происходит мошенничество. Ну и, наверное, наглость, вот это, наверное, назовем ее так, потому что напористость, да, наглость, потому что вот мошенники, они еще берут вот эту напористость, потому что видят, что человек духом слаб же, скажем так, чуть-чуть, они начинают давить, 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 фактами начинают давить, какими-то вымышленными и прочими. И, собственно, все люди довольно-таки волевые, опытные, грамотные и хорошо чувствующие. То есть они разбираются, смотрят за реакцией человека и находят вот эти точки. То есть я о чем говорил, то есть тот называемый психологический контакт. И как только прощупывает, закидывает различные вопросы и понимает уже, как дальше выстраивать диалог. И, соответственно, каждая категория, она индивидуальна и уникальна. То есть человек-мошенник, который специализируется на хищении денежных средств под предлогом реализации первичного жилья, это одна категория. То есть это директор организации, то есть он там имеет какой-то опыт управленческий и прочее. То есть он придумывает схемы различные и так далее. То есть это совершенно другая работа. Другая категория, которые лица так называемой цыганской национальности, которые... Цыганский гипноз. Цыганский гипноз, да, его назовем. То есть им не нужно знать высшую экономику. Здесь гораздо проще, гораздо проще уровень общения, гораздо легче, скажем так, им ориентироваться. То есть здесь больше... И жертв других, наверное. Другие жертвы, другая категория. И больше ориентир на быт. То есть какие-то бытовые вопросы пытаются вытащить, зацепить. И, соответственно, суммы, о которых пойдет речь, они, конечно же, тоже отличаются. Поэтому все мошенники уникальны. И очень ярко помню разговор с одним из таких. Как раз речь пойдет о долевом строительстве. Когда мне всегда интересно, что движет человека, мотивация какая. То есть понятно, что это корысть, в первую очередь. Это цель наживы. Это легкие деньги, назовем их так. Но мне всегда интересно. То есть вот я спрашиваю всегда вопросы. Я говорю, вот чем лично вы, на что вы акцентировали внимание, когда обманывают людей? Что? Ну, то есть им как бы в принципе, когда они уже оказываются в наших кабинетах, им уже отпираться, как правило, смысла особого нет. И они действительно выходят на такой, скажем так, откровенный разговор. И вот я ярко помню разговор с таким человеком, на что он мне сказал, знаете, я на самом деле, говорит, ничего плохого считаю, что не совершил. Да, я обманул, я обманул много людей, но я не забрал у них последнее. А обманул я их всех на дно, на жадности, на их собственной жадности. Потому что, идя ко мне, люди, видя баннер о том, что у нас квартира продается за образно 10 тысяч рублей квадратный метр. А через дорогу застройщик, который на рынке 30 лет, у него 15 тысяч квадратный метр, и они все шли через дорогу ко мне, заключали договора и отдавали мне свои деньги. Вот, соответственно, вот один из примеров. То есть жадность, это уже сегодня звучало, это действительно на этом играют мошенники, используют это в своих психологических уловках. Не забываем, скупой платит дважды. Скупой платит трижды, я даже сказал. Трижды, да. Поэтому стоит делать выводы. Я напоминаю, что сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. 8 415-508-86-84 наш номер телефона. О мошенничестве с экранов телевизоров говорят много, но, к сожалению, доверчивые люди по-прежнему становятся жертвами преступников. Об одном из случаев в материале нашего корреспондента. Родители Валентины и не предполагали, что им нужно заменить газовую плиту. Не предполагали до тех пор, пока к ним на порог не пришли мошенники. Улыбчивые, доброжелательные и очень убедительные. Вначале они сказали, что они из-за утилизации газовой службы пришли к нам домой, начали проверять нашу старую газовую плиту. Конечно же, они начали говорить, что она не в годности. И начали предлагать что-то новое со словами, что для пенсионеров есть скидка. Но, к сожалению, эта скидка оказалась плюс 15, а не минус. В данных случаях привлечь мошенников к ответственности крайне трудно. Не просто их найти, потому что они оставляют о себе, естественно, неверные данные. Еще сложнее бывает доказать, что факт мошенничества вообще имел место. На сегодня самый эффективный способ противодействия этому виду преступлений – широкая профилактическая работа с населением. Сотрудники полиции ведут ее вместе с общественностью. Практически ежедневно на территории округа проводятся совместные рейды. Мы от молодежного парламента полностью поддерживаем действия полиции. Мы прекрасно понимаем все трудности, с которыми сталкивается наше старшее поколение. Объясняли сейчас о противоправных действиях мошенников. Разъясняли, какие могут быть способы обмана пожилых людей. Мы искренне надеемся, что у нас получилось донести эту информацию. И наше старшее поколение будет меньше сталкиваться с подобным. Цель рейда – охватить как можно большее число людей. Привести конкретные примеры и с их помощью объяснить, что жертвой преступников может стать любой потерявший бдительность человек. Граждане более старшего поколения, более доверчивы. И именно поэтому мошенники чаще всего обращаются именно к ним для того, чтобы совершить какие-либо обманные действия. Я, как сотрудник полиции, тем более участковый, считаю своим долгом предупредить граждан о возможных мошеннических действиях, которые могут быть совершены в отношении граждан и их близких. Если возникают какие-то сомнения, когда граждане неизвестные предполагают какие-то услуги, навязывают определенные действия совершать, незамедлительно сообщайте в первый отдел полиции по городу Одинцово для дальнейшего принятия решений и проведения проверки. Для того, чтобы обезопасить себя от мошенников, следует соблюдать всего два простых правила. Не идти на контакт с неожиданными визитерами или звонящими и не торопиться добровольно расставаться со своими деньгами. Помните, чем выгоднее предложение, тем вероятнее, что под ним скрывается мошенническая схема. В прямом эфире телекомпания Одинцова, программа «Главная тема». Сегодня мы говорим о том, как не стать жертвой мошенников. 8495 508 86 84. Ну, вот сейчас мы перейдем к главной части, как не стать жертвой мошенников. Но, наверное, перед этим спрашивают. Евгений Анатольевич, а можно как-то предупредить мошенничество? Это только профилактика или что-то еще? Ну, сложно сказать, как предупредить можно мошенничество. Тем более преступники изощренные. Преступники изощренные. Но, тем не менее, предупреждение преступления тоже работа сотрудников правоохранительного органа, в том числе и наши. И включает себя и профилактику, соответственно. Опять-таки, предупреждение преступления... Предупредить преступление можно на стадии приготовления, например. Потому что к любому преступлению, в любой совершаемой форме, нужна подготовка. Это материальная база, это психологические особенности, качества и прочее. То есть, бывает, школа даже подготавливает определенных мошенников. То есть, проводит курсы, как разговаривать и прочее. То есть, это тоже мы на своем опыте уже проходили. Соответственно, работа с организациями, с различными банками, кредитной организацией и так далее. То есть, когда речь идет о том, что мошенники используют различные технические средства для того, чтобы списать денежные средства, например, со счетов. То же самое. То есть, здесь идет работа по предупреждению уже со стороны сотрудников безопасности банков. Ну, а мы непосредственно акцентируем все же внимание, наверное, на профилактику. То есть, это наиболее, наверное, эффективная мера. Рассказать всем о том, что может случиться. Рассказать всем, да. Рассказать об этом посредством средств массовой информации, о чем мы сейчас занимаемся. Рассказать об этом, используя щиты там наружные, там рекламные, да, которые социальная, так называемая реклама. Те же листовки. Листовки в подъездах. То есть, все это, безусловно, лишний раз человек увидит, прочитает, посмотрит, задумается. Потому что говорить об этом можно бесконечно много. Но когда это идет, скажем так, комплексный подход и всесторонний подход, тогда, наверное, он будет более эффективный. Ну, пожалуй, вот, остановлюсь на этом. Светлана Сергеевна, а как психологически защититься от преступника? Вот, может быть, в принципе, глобально, да, как над собой поработать, чтобы не повестись на вот этот вот развод? Ну, и когда, например, непосредственно на улице тебя останавливает человек, может быть, какие-то разговоры начинают. Или по телефону звонит, что-то пытается как-то узнать, выведать. Ну, я думаю, что заранее, конечно, подготовиться сложно. Просто нужно владеть информацией, нужно внимательно смотреть те же самые репортажи или читать об этом в СМИ. То есть знать, что этот факт есть и что никто от этого не застрахован. Внимательно слушать, что говорят. Не бояться задавать вопросы или уточнения, или еще раз посмотреть документы. Или, возможно, если это через дверь или по телефону, уточнить, позвонить, узнать, действительно ли там какая-то авария произошла в доме или еще что-то. То есть не бояться развивать эту ситуацию и в свою сторону. То есть владеть какой-то аргументацией, уточнять, что это действительно так. Но, знаете, бывает так, что человек услышал информацию и стресс такой получил, да, легкий. Так вот я хочу посоветовать и сказать о том, что стресс, вот чтобы все помнили. Вообще-то стресс, он нам дан для того, чтобы запустить такие активационные механизмы организма на действие или противодействие. Вот знаете вы такой факт о себе, что вы там быстро впадаете в ступор или в стресс или в панику, как хотите, да? Если вы знаете, вот за собой наблюдали такое, вот старайтесь быстро переключаться, да, что называется включать логику и стараться уточнять. Я еще хочу сказать, что вы знаете, ну, конечно, мошенники мошеннику рознь. И вот тот Рубин Гуд, о котором Евгений Анатольевич говорил, который там, да, ходили к нему, да, да, да. Вот он, конечно, не будет какие-то другие слои населения, да, испытывать на прочность. Но если мошенник услышит, увидит, что, или почувствует, что ему как-то вдруг не поверили, или задают слишком много вопросов, или говорят, что я сейчас позвоню, извините, там, уточню, они начинают торопиться и нервничать. То есть им главное, вот быстро, вот тепленького взять человека, на страх надавить, там, или на доверие сработать, как угодно, да, в зависимости от ситуации. Но как только они почувствуют, что им могут дать отпор, что человек подкован, что человек не растерялся, они где-то даже сами начинают нервничать, вести себя не так. То есть это не вписывается в их сценарий. И вот тут вот можно вот заподозрить о том, что здесь что-то не то. Евгений Анатольевич, как вы, с точки зрения сотрудника правоохранительного органа, защите от себя? Вот, например, звонят по телефону. Да, здесь, в принципе, все сказано. Все, опять-таки, говорю, основывается на том, что жертва впадает в ступор, находясь в стрессе, находясь в какой-то там панике и прочее. И, как правило, зачастую именно в стрессовых ситуациях, именно находясь в взволнованной ситуации, люди совершают большинство ошибок при принятии того или иного решения. И, соответственно, защитить себя можно, ну, очень просто. Получив ту или иную информацию, информацию раздражитель, назовем ее, да, нужно уметь переключаться. То есть это нужно и, о чем было тоже сказано, мошенники всегда используют время, дорогое время. То есть время работает не на них. И как только на том конце провода возникнет встречный вопрос, скажите, мне, я понял, мне нужна минута, и я вашу информацию должен переработать. Будьте добры, через минутку мы с вами созвонимся. Все, сценарий мошенника начинает разваливаться. Он начинает вынужден что-то придумывать. А нет, подождите, а не кладите. А если так, то будет хуже. И начинается вот это вот, и, соответственно, в этой ситуации мошенники те же люди, они тоже начинают совершать ошибки. И это все, в принципе, читаемо. Достаточно проявить немножко бдительности. Конечно, пожилым людям тяжело. Конечно, там, когда речь идет о близких родственниках, о какой-то сложной ситуации, да, экстренно возникшей. Конечно, тут волнение, тут страх и так далее. Сложно совладать. Но я говорю, простой совет, взять паузу. Минутку, я уточню, мы с вами свяжемся и все обсудим. И без проблем. С этой минуты ничего глобального, скорее всего, не произойдет. И это 99%, что диалог с жертвой на этом закончится. Мошенник будет звонить там, где проще. Он всегда пойдет по пути, наименьшее сопротивление. Да, не забываем. Народные поговорки работают. Поспешишь, людей насмешишь. В общем-то, наверное, здесь это 100% так. Спасибо большое, что пришли к нам сегодня в студию, Евгения Анатольевна Светлана Сергеевна. И спасибо всем, кто провел свое свободное время вместе с нами. Берегите себя и своих близких. До новых встреч на ОТВ. Продолжение следует...